Британская валюта успешно перевела череду судьбоносных решений, не растеряя накопленный рост и осторожно снижаясь в ходе торгов в среду. Во вторник пара фунт-доллар отметилась самыми длительными американскими годами с момента референдума, целых 9 дней подряд ежедневная изменчивость курса превышала 1%. Ширина дневного диапазона с 10 по 21 октября составляла 1,6%, что почти вдвое превышает историческое среднее за три десятилетия. Как и срочный прогноз при, будем говорить, криптовалютной волатильности курса фунта-доллар просто сейчас бессмысленный. Однако в среднесрочной перспективе можно ожидать, что с отвоевыванием премьер-министром Борисом Джонсом Брексита у неопределенности, хоть и путем маленьких и незначительных побед, ожидания будут сейчас склонны преувеличивать оптимизм в исходах и переменьшать риск. Эту же точку зрения поддерживает Goldman Sachs с сделкой, которая призывает покупать фунт на любом возможном откате. Американский банк повышает среднесрочный прогноз курса с 1,30 до 1,35 доллара за фунт. Несмотря на то, что сама сделка Джонсона с ЕС была одобрена в палате общин, премьер-министр проиграл в голосовании по реализации ускоренного выхода из ЕС на Хэллоуин. Если ЕС дает отсрочку, к чему он склоняется, по намекам Бональда Таска, следующие крупные неопределенности станут всеобщие выборы в парламент. Оппоненты Джонсона уже сейчас пытаются бескуражить рынок, заявляя, что невгулярные предложения консерваторов и затянутые переговоры вызвали снижение националистических взглядов среди англичан, что, в принципе, обеспечило поддержку консерваторам. От партии Джонсона, по слухе, начинают сворачиваться уже и шотландцы. Это одно из таких произведений искусств, тех невладушных, которые все-таки хотят остаться в Евросоюзе. Фьючерсы на британскую валюту не торопятся отражать оптимизм спот рынка, Несмотря на недавний рост курса почти до отметки 1.30, чистая позиция по данным CFTC остается значительно отрицательной, сравнимой с двухлетними минимумами, при этом изменение чистой позиции в последней неделе по сравнению с предыдущей не согласуется с взрывным ростом админного курса. Вот здесь можно видеть, что последнее недельное изменение составило всего 4 тысячи позиций с минус 71,1 тысяч до минус 73 тысяч. В то же время фунт у нас улетел, доскочил до отметки 1.30. Поэтому сейчас в среднесрочной перспективе сохраняется значительный пессимизм по поводу стоимости фунта, что отражается на фьючерсном рынке, однако он, скорее всего, связан с тем, что основной консенсус по голосованию парламента 31 октября это будет требование отсрочки от Евросоюза и затем, конечно же, выборы, ранние парламентские выборы, которые происходят дальше, которые могут повлиять на количество мест в парламенте, которые занимают консерваторы. В краткосрочной перспективе, именно недельной, сейчас следует сфокусироваться на следующих ключевых моментах. Это, во-первых, вероятен небольшой рост пункта с тягущих уровней на спекуляциях, что парламент все-таки одобрит быстрый выход 30. Это 1 октября. Это исход, который имеет небольшие шансы. Затем следует также рассматривать тот сценарий, что фунт снижается на результатах голосования в рамках классического правила право-факты. Фокус, затем, естественно, переключается на ранние выборы, а также поддержку консерваторов среди населения, так как рынок начинает обсуждать, собственно, возможные ранние выборы в парламенте. Если же парламент одобряет быстрый выход, цель по фунту составляет 1,35, и с минимальной вероятностью есть такой сценарий, что парламент голосует за жесткий выход, и тогда целью становится уровень 1,15. На сегодня меня все, спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.